Книга «Открытым оком», тема «Мусульманство», 27 том, вопрос 3903. «Мусульмане преследуют всех, кто неодобрительно что-то скажет о пророке Мухаммеде. Насколько миролюбивы и наши веры?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Спрашивайте о том, что есть или о том, что к чему Иисус Христос призывал своих последователей. Это же разные вещи. 2 Тимофея, 2 глава, 24 по 26 стих. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем учительным, незлобивым и скротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истинной, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю?» Вот отрывок из статьи на эту тему. Статью опубликовали 29 января 2001 года. В тот же день офис редакции был опечатан, выпуск газеты приостановлен, а семь ее сотрудников, в том числе зам ректора Мунавра Мосхин, отправились в тюрьму. Автор статьи критиковал то, как Мухаммед обращался с евреями. В письме говорилось, что основатель ислама вылезал за один вечер 800 евреев в бану Курайза, придумав для оправдания этого первого холокоста специальную суру Корана. Автор сравнивал действия Мухаммада с политикой нацистов и утверждал, «Это был его стиль – объявлять откровением то, что было необходимо для оправдания политических или личных сексуальных целей. Когда он захотел иметь более четырех жен, он решил это мусульманам. Он придумал суру, позволяющую ему иметь столько жен, сколько ему хочется. Полная беспечность и лицемерие. Беззастенчивый мужской шовинизм. Оскорбление пророка по действующему в Пакистане закону о богохульстве карается различными сроками тюремного заключения, а в особых случаях и смертной казни. Арест в соответствии с этим законом сотрудникам Фронтерпост, возможно, спас им жизнь». На следующий день толпа исламских фанатиков напала на помещение редакции и сожгла типографию. Разгромив газету, оскорбленные мусульмане двинулись к расположенному в пищеваре пресс-клубу и с криками «Смерть журналистов!» забросала его камнями. Спустя сутки распалившиеся граждане еще раз прошли по улицам и заодно сожгли два кинотеатра. Известие, 18 июля 2003 год, страница 4. И как можно осуждать этих правоверных мусульман, если точно так же и даже много хуже поступали и в России, где даже сожгли типографию Ивана Федорова, первопечатника, который ни слова не сказал против святости, а напротив стремился к просвещению. Что делал Никон с неотступчивым своим противниками, призванными неумно раскольниками? Он же и был самый настоящий тиран-раскольник. А если бы пришел к власти протопопа вакуум, то не перепластал бы ли он всех начисто? Так поступали все и всегда, где не было Духа Святого. 2 Коринфянам 3.17 В Господь есть Дух, а где Дух Господен, там Свобода. Не Свобода и Смерть – вот оружие дьявола. И православным ли судить каких-то нехристей, если своя история полна крови? А что творили католики? 12 миллионов только под пытками инквизиции ушли в вечность. Что делали фашисты и коммунисты? Кто-то не напечатал, а только лишь сказал положительно про американскую технику и уже сгинул в ГУЛАГ. Матфея 24.24 «Ибо восстанут же Христы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных». 2 Петра 2.1 «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупивших Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Иоанна 10 глава 8 стих «Все, сколько их не приходило передо мною, суть вора и разбойники, но овцы не послушали их». Не говори, что жизнь – игрушка, в руках бессмысленной судьбы, беспечной глупости пирушка и яд сомнений и борьбы. «Нет, жизнь разумнее стремление, туда, где вечный свет горит, где человек венец творения, над миром высоко царит. Внизу, возвинутые толпою, тельцы минутные стоят, и золотою мишерою людей обманчиво манят. За этот призрак идеалов немало сгинуло борцов, и льется кровь у пьедесталов, в борьбы не стоящих тельцов. Проходит время, люди сами, их свернув с высоты спешат. И, тешись новыми мечтами, других тельцов боготворят. Но лишь один стоит от века, вне власти суетной толпы, кумир великий человека в лучах духовной красоты. И тот, кто мыслью летучий, сумел подняться над толпой, любви оценит свет могучий, и сердце идеал святой. Он просит все кумиры века с их мимолетной мишурой, и к идеалу человека пойдет уверенной стопой. 1878 год. Семен Яковлевич Натсон. Стихотворение. Следующее. Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды, тем глубже скорбь, тем ближе Бог. 1878 год. Аполлон Николаевич Майков. Продолжение следует. Продолжение следует...